20 минут о красивой жизни, интересных людях и знаковых событиях. Это в ЮЧИТАЕМ на 31-м. Всем здравствуйте! Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула» Ходить по врачам здоровому человеку как-то не принято, но не секрет, что многие серьезные болезни часто протекают бессимптомно, а потому за профилактику выступают специалисты всех медицинских направлений. Общение с врачами в формате «Дня открытых дверей» – это и лишний повод задуматься о своем здоровье и возможность более грамотно составить план диспансеризации. Профилактику рекомендую проводить как можно чаще, раз в полгода, раз в год, чтобы не было таких ситуаций, как человек ждет, что у него когда заболит, а когда приходит, ему уже ставят какой-то определенный диагноз. Профилактика никогда не помешает. То есть в условиях гиподинамии, в которых мы сейчас находимся, профилактика никогда не была лишней, потому что когда идет застой, он только подразумевает еще большее развитие заболевания. Поэтому в любом случае профилактика нужна. Задача специалистов профтерапевтической клиники – предотвратить обострение и развитие недугов, а также обеспечить хорошее самочувствие пациентам вне зависимости от возраста и накопленных проблем. Остеопатия подразумевает под собой работу спинномозговой жидкости, твердой и мягкой мозговой оболочки, работу фасциальной цепи мышечных структур, внутренних органов, сосудов и нервных окончаний. Основное направление моей отрасли является именно решение проблем касательно опорно-двигательного аппарата. Большинство времени мы находимся в состоянии гиподинамии, то есть у нас не идет адекватная работа мышц, но что в основном сидим. Поэтому сейчас, на данный момент, это является очень обостренной проблемой и она набирает свои обороты. Когда мы говорим о кинезиологии, мы подразумеваем именно движение человека, то есть мы смотрим, как он двигается, как он стоит, как сидит. Мы можем посмотреть некоторые изменения, которые как бы нетипичны для здорового человека и на этом уже основании делать определенные выводы и уже конкретно работать с той или определенной мышцей или группой мышц. Это те органы эндокринной системы, которые выделяют своеобразные вещества, называемые гормонами в нашем организме. На первом месте, конечно, стоит нарушение углеводного обмена. Это щитовидная железа, которую мы все знаем, которая расположена более близко и которая доступна. Ну и самое главное, нарушение метаболизма, нарушение видов обмена. В первую очередь, бич наш – это ожирение. В программе «Дня открытых дверей» не только лекции, но и практики. Всеми известная фраза о том, что движение – это жизнь, имеет значение для каждого человека. Но люди в возрасте часто не доходят до фитнес-клубов. Именно потому медицинские центры устраивают занятия у себя в родных стенах. Что в результате я вижу после занятия, когда люди расслабились, разглаживается лицо, расслабляются мышцы, и человек встает радостный. Вот это для меня главный показатель, что йога получилась. Это в основном. Но как компоненты в йоге – это тело, это чувство, то есть влияние на психику, глубокое расслабление ментального, эмоционального плана и возможность к телу самовосстанавливаться. Что мы получаем? После комплекса этих упражнений, которые там руки, ноги и так далее, дыхание, человек больше готов расслабиться. И в этот момент тело, как система мудра, получает возможность целить себя само. Вот в чем ценна йога? День открытых дверей в формуле, кроме лекционной и спортивной части, оказался еще и творческим. Свой музыкальный презент подготовили и пациенты, которые за время сотрудничества стали добрыми друзьями. Тренд на бодипозитив добрался и до нашего города. Сразу несколько проектов, посвященных женщинам с пышными формами, стартуют этой осенью в Челябинске. Подробности прямо сейчас. В этих стенах родились многие модные проекты. Платье города, дефиле на Кировке, бэби-модель, проект для женщин 35+. На этот раз команда имидж-клуба Светлана вдохновилась популярным трендом бодипозитив и готовит программу для девушек с пышными формами. Чтобы женщин не мучить диетами и большими нагрузками физическими, нами был разработан проект «Модель Х+.» Помимо большого теоретического курса предусмотрена обширная модная практика в лучших магазинах и бутиках нашего города. Если мы в теории будем изучать колористику, то затем этот пункт мы будем отрабатывать в магазинах. Очень многие женщины не знакомы с колористикой, да, они не знают, как с помощью цвета в одежде, в макияже себя уменьшить. Таким образом, знания, помноженные на практику, дадут позитивный эффект, который навсегда останется в арсенале женщины. Через два месяца вы полюбите свое отражение в зеркале, и у вас начнется новая счастливая жизнь без комплексов. Проект будет включать в себя очень много интересных предметов. Это наш конек, это, конечно, обучение стилю, моде, макияжу, конечно, осанка, подиумный шаг, это тоже все будет. Но, тем не менее, мы не ставим целью снижения веса. У нас в финале будет выход всех участниц, они будут демонстрировать, чему они научились в ходе нашего проекта. Будет дефиле, и участницы могут пригласить на это финальное дефиле своих друзей, знакомых и семью, которым и продемонстрируют свои навыки, полученные в проекте. Хочется нравиться на работе, конечно, в своей семье, своим детям. И старше становишься, хочется и внукам очень нравиться. Главное, чтобы у женщины было желание, а ее внешний возраст, который, как правило, не совпадает с внутренним возрастом, не будет абсолютно никаким препятствием. Хочется этим женщинам дать информацию, дать знания, которые помогут им стать счастливее, увереннее в себе. Вот, собственно, для этого проект «Модель Х-Плюс» был создан нами. Проект «Модель Х-Плюс» стартует совсем скоро, в начале сентября. Пока же идет набор участниц. Кстати, за преображением внутренним и внешним будет следить программа «Бьюти Тайм». Вы – женщина с формами, и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас «Имидж-клуб Светлана» объявляет набор в проект «Модель Х-Плюс». Подробности по телефону 263-57-37. «Модель Х-Плюс» Макароны могут быть полезными. «Макфа» – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. «Макфа» – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь роскошной. Продолжаем выпуск. В ювелирном мире активно применяются высокие технологии. Но, тем не менее, это одна из немногих сфер, где по-прежнему большую часть процесса составляет ручной труд. И до сих пор в цене натуральные драгоценные камни. Даже несмотря на то, что в лабораторных условиях можно воссоздать минерал любой каратности с любыми характеристиками. Очень много камней синтезированных сейчас на рынке. У них нет свойств. Они же выращенные. Они не лежали веками в природе. Они не питались, не собирали только самое лучшее. Камни же собирают самое лучшее. Они мудрые от природы. У них есть свои какие-то определенные свойства, которые они несут людям. Камни рождены для того, чтобы помогать людям. Но у синтезированных камней, к сожалению, этого свойства нет. Натуральные камни, копившие веками энергию природы, делятся ею с человеком, помогая сохранить здоровье, приумножить капитал, достигать цели и быть счастливым в отношениях. Один из ювелирных трендов наших дней – украшение с участием редкого камня танзанита – минерала яркого василькового цвета. Коллекция танзанитов у нас очень интересная, уникальная. Есть как большие, так и маленькие танзаниты. Фаворит – комплект «Ночь Танзании». Он первое место на выставке занял. Джон Векс в Москве в 2019 году. Танзанит считается камень богатых людей. Он помогает людям приумножать свои состояния. Турмалин парайба – это камень, имеющий неоновый свет изнутри. Он действительно светится изнутри. Если в сумерках посмотреть, то можно увидеть этот свет. Вообще крестьянин, который его нашел в окрестностях Параева, Бразилия, обратил внимание, что этот камень светится. Были сумерки, и ему вот увиделось это. Это было не так давно, в 1984 году этот камень был найден. Он сейчас самый дорогой, можно сказать, камень. Больше двух миллионов за карат он может стоить. Морганит. Этот камень был назван в честь Джона Моргана. Этот человек, он банкир, как все знают, он собирал коллекцию камней и потом передал ее в музей США. Коллекцию красивую, уникальную, большую коллекцию. В честь него назвали вот этот вот камень. Хочу показать вам самую крупную, самую большую коллекцию опалов в нашем регионе. Опалы разного цвета, белые, сиреневые. И еще у нас есть огненный опал. Опал – камень уникальный. На 30% он состоит из воды. Его рекомендуют хранить во влажной среде и протирать салфеткой. Обладателю украшения с опалом камень продлевает молодость. А еще этому минералу приписывают мистические и эзотерические свойства. Черный опал. Он в десятку самых редких камней входит. И 5% добычи опалов приходится именно на черный опал. Это самый уникальный, самый ценный и самый дорогой камень среди всех опалов. Камень магии он считается. Вот такое коктейльное кольцо. Тут белое золото 750-й пробы. Украшенное цаваритами, бриллиантами, в россыпи очень красиво. И такой уникальный, водянистый, сиреневый, с желтым отливом опал. Вообще опал, его нужно рассматривать. Он играет. Цавариты – это камни любви. Да, зеленый гранат, камень любви он считается. Куприн вот в своем рассказе «Гранатовый браслет» именно не о красном гранате писал, а о зеленом гранате. По-своему уникальны не только коллекционные украшения сложной ювелирной работы, но и сдержанные комплекты делового дресс-кода. Современные мастера уходят от стиля бабушкино золото, создавая эффектные дизайны, отвечающие сегодняшней моде. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Внешняя красота в совокупности с внутренней силой и одновременно слабостью, борьба с навязанными стандартами и вечный поиск себя. «Лонг фэшн уикенд» в качестве темы этого сезона обозначил современную женственность. Мы говорим не только о моде, мы говорим о красоте, об искусстве, о теле, о выборе вообще женском. Поэтому мы и назвали его женское, то есть мы не могли назвать одним словом и как бы оставили вот это многоточие, чтобы мы все вместе с вами порассуждали на эту тему. В этом сезоне у нас будут дизайнеры из Эстонии, у нас будут дизайнеры из Казахстана. Мы первые в Челябинске будем показывать модест фэшн. Как вы знаете, это скромная мода, это мусульманская мода. Мы будем показывать одежду для курпулентных женщин. И для нас это такое приоритетное новое направление, и поэтому сегодня у нас будет проходить кастинг. Впервые за историю этого проекта состоится показ коллекций плюс сайз. Сейчас вообще мода пошла, да, на эти накаченные губы, я не знаю, там, нарощенные волосы, и все реально как бы все на одно лицо. Я считаю, что как бы, ну мужчины же разные, почему девушки не могут быть разными? Мне кажется, все уже как-то приелись, идеальные вот эти фигуры, и надо показать у меня людей разных, чтобы бывают разные люди. По-разному все красивые. Все привыкли к этим стандартам, которые заложены были когда-то, и поэтому выделяться из этих стандартов как-то не по себе, и также и комплексы, и все в этом вроде. Я все-таки надеюсь, что наши дизайнеры будут намного смелее и не побояться занятия, то есть нишу. Это ниша свободная на сегодняшний день, и женщины хотят выглядеть стильно и красиво, хотят быть женственными, хотят не бояться своего тела, принимать себя. Из зарубежных марок у нас это представляет Марина Ринальди, если мы говорим о премиуме, Марина Ринальди, и Эскада сейчас представляет. Вы можете, например, прийти в Шанель и за определенные проценты сделать свой размерный ряд. Прада сейчас предоставляет такую условию. Из более низкого сегмента, вот сейчас у нас будут показы, по-моему, два питерских дизайнера и будут представлять моду Plus Size. Я надеюсь, что это будет красиво и смело. Кроме традиционного показа молодых дизайнеров, в программе модного уикенда, арт-перформансы от художников и музыкантов, выставка Fashion Market, а также лекции о моде и стиле во второй день. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Жара спала совсем недавно, и это переходное состояние прежде всего отражается на нашем гардеробе. Не меняясь кардинально, он плавно перетекает в новый сезон. Забрать с собой в осень стилисты рекомендуют яркие десертные оттенки, а также нежные пастельные краски, которые заявлены как один из трендов грядущей осени. Черно-белые сочетания, которые уже не в первый раз появляются в летней моде, также можно забрать с собой в осень, при условии, что эти контрасты подаются не в классическом стиле, а, например, в спортивном или уличных вариантах. К новому сезону стилисты рекомендуют запастись рубашками. Носить их можно будет как самостоятельно, так и под джемпер. Это знакомое многим офисное решение, также присутствует в ряду осенне-зимних трендов. Размер моей одежды 56-й. Это не так уж и много, правда, но во всех этих магазинах одежды на меня не найти. Твой размер больше 50-ти. Ты испытываешь такие же проблемы. Приходи и участвуй вместе со мной в конкурсе «Плюс сайд красоты» Леди Мармелад 2019. Наш проект – это уникальная возможность за 31 день изменить свою личность, научиться жить, быть женственной и красивой в этом теле. Кстати, главный приз проекта – 100 тысяч рублей. Следи за новостями конкурса в соцсетях. Нам нужна только ты. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик – частная коллекция. Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на «Сони Кривой 30» и «Пушкина 65». Стильно и элегантно, строго и со вкусом. В тренде и с характером. Все это про одежду бренда «Мэдди Арт». Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. «Мэдди Арт» – гарантия восторженных взглядов. Еще больше новостей о красивой жизни в нашем инстаграме, на странице ВКонтакте, а также в YouTube-канале и на сайте bt31tv.ru. Заходите, подписывайтесь, смотрите, будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok